Роза-шрабы, что это такое? У любого новичка-садовода, желающего выращивать розы, рано или поздно возникнет вопрос, что же такое роза-шраб? Кавычка-точка. На сегодняшний день существует большое множество их сортов. Учитывая неприхотливость и простоту в уходе, выращивание этих растений под силу как профессионалам, так и любителям. Ученые приложили максимум силы и таланта для того, чтобы создать розовый куст, способный выдерживать сильные морозы. Именно поэтому данный вид розы может легко расти в любом, даже самом жастком климате на территории России. Роза-шрабы, что это такое? Человек, владеющий английским языком, легко определит значение слова «шраб», в переводе оно означает просто «кустарник». Это определение по отношению к розам появилось относительно недавно, около 1965 года. О выносливости и стойкости к морозам этого вида розы ходят совсем невомышленные легенды. Так, канадская разновидность шраба, описанная впервые в 70-е годы прошлого столетия, способна переносить низкие температуры, вплоть до минус 40 градусов. Шрабовые розы считаются парковыми. Растения, которые не нашли своего места в других группах, но имеют высокую морозостойкость, также автоматически относят к шрабовым. Главный критерий – выносливость суровых погодных условий, а именно низких минусовых температур. Другой характеристикой стала декоративность вида. Существует множество разновидностей по форме, могут быть маленькими, большими, растущими. Вширь имеющими вид фонтана и цвету. Перевод с английского «кустарниковая роза» не передает никаких отличающих особенностей вида, поскольку любая роза врастает в форме куста. Вариант с использованием английского слова пришел из Европы и с успехом адаптировался в русском языке в качестве термина. Но свои особенности вид все же имеет при его описании и следует выделить следующее. Все разновидности шрабов имеют форму куста, богатая. Палитра цветов К этому виду относят много сортов, начиная с чайных гибридов и до постоянно цветущих роз флорибунда. Примечателен Стойкий приятный аромат бутонов, который имеет разные тонкие акценты. Высокие разновидности кустов способны вырастать до вторых метров. Хорошо уживаются вместе с другими видами роз различными садовыми цветами. Главная отличительная особенность – морозовыносливость. В чем отличие шрабов от парковых и других разновидностей роз? Шрабам не страшны никакие морозы, потому они нашли распространение в северных регионах России, где для обычных роз выживание просто невозможно из-за их теплолюбивости. Формами своих цветов и разнообразием расцветок розы шрабы совсем не уступают остальным своим родственникам, таким как парковые розы. Флорибунда, грандифлора – чайно-гибридные сорта. Имеют не меньшую декоративную ценность и нашли своих приверженцев среди ондшафтных дизайнеров, которые с успехом украшают ими парковые зоны, садовые клумбы и прочие места. Важно! Еще одно отличие этого вида от остальных в том, что шрабы не подходят для букетной срезки. Их красота должна быть на кусте, а не в букете. Уход за шрабами более трудоемкий и требует немалых физических усилий, например, обрезка кустов и хвалив. Но энергетические затраты вполне оправданы, растения гораздо легче приживаются и очень выносливы к различного вида болезням. Разнообразие видов и сортов Шрабы имеют свои подгруппы «Ностальгические шрабы». Сюда относятся разновидности английских, французских и немецких ландшафтных, а также пейзажных роз. Одним из популярных сортов этой подгруппы, например, является сорт «Вильям Шекспир 2000», входящий в серию «Ностальгических шрабов Остина». Канадские розы полуплетистые. Обладают особо повышенной морозостойкостью до минус 40 градусов. Сорт «Катберт Гранд» – наиболее известный представитель. Почвопокровные или ползущие дачные шрабы. Эта подгруппы резко отличается от других тем, что имеет растилающиеся ползущие по земле плети. Кусты могут быть как маленькими, так и большими крупноцветущими с мелкими бутонами. Часто используют для бордюрного декорирования сорт «Летнее утро». Интересно, неприхотливость в уходе и приживаемость шрабов в любых погодных условиях заинтересовали многих ученых-селекционеров. В связи с этим было выведено большое количество сортов полуплетистых роз. Роза сапфир высокорослый, до 1 метра 30 сантиметров высотой прямой куст с махровыми цветами от сиреневого до голубого оттенка. Бутоны на вид похожи на фарфоровые, они с полупрозрачными лепестками, имеющими нежный и ненавязчивый запах. Роза сапфир стойки к болезням, но в неблагоприятных условиях могут быть повреждены мучнистой росой. Сорт легко комбинируется с разными видами многолетних цветов. Роза графини Диана носит имя известного модного модельера графини Бернадот. Кусты достигают метра высотой обильное цветение крупными фиолетовых оттенков бутонами диаметром до 10 сантиметров с фруктово-цветочным ароматом. Роза графин Диана привлекает внимание глянцевой зеленью. Они устойчивы к болезням и холодам. Роза графини Диана раза фриденслихт штамп цветы с крепкими лепестками махрового типа, не боящиеся ливневых дождей. Особенностью является смена расцветки, в начале цветения, светло-оранжевого или абрикосового цвета, позже меняется до сияющего белого оттенка. Фредденсл жатерозы не боятся мучнистой росы и пятнистости, имеют тонкий запах. Радуют длительными повторными цветениями. Шраб-магнит классическая парковая представительница, нетребовательная в уходе, с хорошей зимостойкостью и ярко выраженными декоративными способностями. Подходит для разведения на преусадебных садовых участках. Роза магнет шраб высадка кустарников, как правильно это делать. Самое лучшее время для посадки – весна, но осенний период не исключен. Для новичков-садоводов больше подойдет весенний период, потому что это отличная возможность проследить рост и развитие растения с самого начала. Етапы подготовительных работ перед высаживанием кустов за две недели до высадки необходимо подготовить грунт, перекопать и подкормить его компостом или торфонными удобрениями. Лунка для куста копается по его размеру, как правило, примерно 50 на 50 на 50, глубина может быть больше, в зависимости от корня. Выкопанная ямка заполняется на одну треть почвы и хорошо удобряется. После пропитывания грунта растение располагается вертикально в центре лунки и корни необходимо распрямить и засыпать землей. Основание растения нужно утрамбовать и обильно полить обычной водой. Полив шрабов. Этому виду рост для лучшего роста и развития нужен пусть и не частый, но регулярный полив с одновременной калийно-фосфорной и кальциевой подкормкой. Благоприятное время утра или вечер. В жаркую погоду эта процедура должна проводиться не реже одного раза в неделю. Обратите внимание, чтобы не нанести вред растению, полив лучше делать редко, но обильно, чем частый понемногу. Нужно ли утепление на зиму? При всей своей выносливости к низким температурам морозостойкий шраб все же нуждается в утеплении. Если в южных регионах будет достаточно уделить внимание корням растения, засыпав их опилками или опавшей листвой, то в более северных частях этого будет мало. Потребуется сооружение и укрытие для самого куста в виде парничка из подходящего материала. Обычно как утепляют розы обрезка кустарников. Обрезка роз – основное важное условие для их здоровья и долголетия. Главная обрезка необходима во время подготовки к зимнему периоду. Удалению подвергаются молодые побеги, удерживающие большое количество влаги, которая при минусовой температуре преобразуется в лед и повредит растение. Необходимо удалить зеленые листики и оставшиеся бутоны, а также все ветки, которые повреждены какой-либо болезнью. Это убережет куст от грибковых образований в закрытой тепличке. Плетущиеся по низу побеги достаточно просто аккуратно уложить и укрыть вместе с корнем. Оставляются только длинные прямые ветки, потому что именно в них сконцентрирована вся сила и мощь о кустах, росту и цветению. Весенняя обрезка не менее важна. Необходимо убрать все поврежденные участки. Самые длинные основные побеги подвергаются обрезке на одну четверть, уходящей в стороны укорачиваются на одну треть. Важно! Куст может иметь много длинных побегов, в таком случае при обрезке важно не нарушить кустообразную форму. Рекомендуется упрощенная или щадящая обрезка каждой ветки на одну треть. Низкорослые растения лишаются половины каждого побега. Спустя три года взрослые розы нуждаются в омоложении. Для этого у самого основания убираются все старые ветки, открывая путь для молодых, которые до зимы успеют окрепнуть и сформировать полноценный розовый куст. Профилактика заболеваний, выносливость и стойкость кустов не значит, что они совсем не подвергаются никаким болезням. Да и от вредителей все еще не придумали панацию. Розам шраба могут угрожать все те напасти, какие характерны и для других садовых цветущих растений, просто они более выносливы и легче переносят заболевания. Выявляются болезни простым способом регулярного осмотра. Обратите внимание, из вредителей на шрабы чаще всего нападает тля. Если насекомых мало, то рекомендуется удалить их вручную, не прибегая к химическим препаратам. В противном случае нужно использовать карбофос или народные методы, например, опрыскивание кустов раствором хозяйственного мыла. Профилактические меры лучше принимать весной и осенью. Для весенних процедур подойдет опрыскивание или обливание куста до того, как на нем раскроются почки. Медным купоросом – трехпроцентный раствор. В осенний период используют железный купорос в однопроцентном растворе. Шрабы – идеальный вариант для начинающих садоводов или просто любителей розариев, а не морозоустойчивы, обладают сильным иммунитетом. К мучнистой россии черной пятнистости, которые так часто поражают другие разновидности, роз неприхотливы, в уходе очень эффектно. Смотрятся на приусадебном участке, быстро растут. Продолжение следует...